За его плечами покорение гор Иремель, Айгир, Эльбрус. Первое восхождение у Руслана было в 2013 году. И именно тогда он понял, что фраза известной песни Владимира Высоцкого «Лучше гор могут быть только горы» – чистая правда. Не хватает слов, чтобы описать все эмоции, которые дарит восхождение. Плюс к той красоте, которую там еще видишь, это, конечно же, испытания. Испытания для тела, для духа. Мы вообще вместе с компанией друзей туда пошли. И получается, ну как вот, как песня опять же Высоцкого, на него ремарку сделала. То есть если хочешь узнать друга, веди его в горы. То есть наша дружба, испытания выдержала, мы помогали друг другу. Там в горах я увидел, как отношения отца и сына в таких вот экстремальных условиях становятся, что ли, ближе, лучше, когда они шли в горы вместе. Как он заботился, скажем так, о своем сыне. А сын, видя это, тоже проникался, что ли, к отцу и уважением, и любовью. Поэтому я вот со стороны это видел, и мне это очень понравилось. Но чтобы испытать эту романтику гор, необходима большая подготовка. Не зря альпинизм считается одним из самых опасных видов спорта. Ежегодно в горах гибнут туристы. Руслану, к счастью, не приходилось быть свидетелем таких печальных фактов. Но он видел, как люди сходили с дистанции. Поэтому огромную роль играет физическая подготовка и здоровье. Конечно, Эльбрус требует силы, требует выносливости. И неподготовленный человек, конечно же, испытает массу препятствий. В течение месяца перед подъемом я, в принципе, и так находился в неплохой физической форме, скажем так. Я все равно готовился, я уделял внимание именно выносливости. Что касается экипировки, да, экипировка важна, нужна. И там мы это по-настоящему оценили. Потому что при подъеме и низкие температуры, ветер. Ну, там настоящая зима сейчас. Несмотря на то, что лето, высокогоре, низкое содержание кислорода в воздухе и дышится очень тяжело. Несколько дней подготовки, плохие погодные условия, сносящие с ног порывы ветра, доходящие до 55 метров в секунду. Сложная акклиматизация, тренировочные подъемы. Все это позади. Как и 11 километров сложного горного подъема с частыми остановками на передышку. И благодаря грамотным действиям опытных инструкторов и силе воли, команде удалось покорить самую высокую горную вершину России и Европы. Эльбрус, уходящую в небо на 5 километров 642 метра. Само ощущение того, что ты смог преодолеть все эти трудности, препятствия и подняться на вершину. Там, конечно же, эмоции бьют через край. И когда мы туда поднялись, там и усталость как рукой сняло. Хотя у нас за плечами 11 часов было пешего подъема. Там наверху мы испытали то, ради чего мы туда, в принципе, и шли. Ну, передать словами, к сожалению, наверное, у меня не получится. Вид, который открывается там на вершине и ощущение от достигнутой цели, они переполняют. Еще раз испытать эти ощущения, преодоление препятствий в горах и проверить на прочность свой дух, свое тело, Руслан хочет на перевале Дятлова. Супруга Элина, как любая жена, переживает, чтобы все прошло хорошо, но верит в мужа и поддерживает его. Марина Медвинская, ЗАД Давлечин. Время новостей.